люди которые перестали общаться со своими лучшими друзьями подругами что стало последней каплей ваших отношениях дружок если хочешь коротать время между выходами наших выпусков то заходи в наш телеграм-канал туда мы постим все самое интересное с реддита ссылка в описании он неделями клялся мне что не стал бы встречаться с моей девушкой у меня за спиной а потом они вдвоем сбежали самый прикол что на тот момент он еще был женат я был свидетелем у него на свадьбе сейчас оглядываясь назад я даже рад что все так вышло за один день избавился сразу от двух кусков говна два года спустя познакомился со своей нынешней женой и сейчас счастлив как никогда меня обворовал знакомый моего лучшего друга и вместо того чтобы встать на мою сторону он защищал его я уже не удивлюсь если окажется что они вдвоем несли мои вещи что он украл если не секрет пока я работал чел вытащил из моего шкафчика телефон и кошелек было очевидно что это он так как после меня дверь открывалась только его ключ картой она помогла моему бывшему получить доступ к моей электронной почте потому что тот хотел доказать что я ему изменяла внимание спойлер я ему не изменяла он ей нравился это же очевидно лол мой лучший друг женился на женщине со сложным детством у которой было сильное отвращение к физическим контактам и половой связи в надежде заполнить эту пустоту однажды он попытался завалить в койку мою жену с тех пор как она мне об этом рассказала мы с ним больше не общаемся он сто раз кидал меня когда я уже стоял возле зала и ждал его с его билетом на концерт у него всегда в последний момент находились какие-то планы поинтереснее ужас я когда-то разошлась с подругой потому что она поехала без меня на музыкальный фестиваль до фестиваля и неоднократно сама предлагала поехать но она каждый раз находила 10 причин почему она не хочет ехать какие же люди говнюки мы болтали и выбирались куда-нибудь только тогда когда я проявляла инициативу как только я решила сделать шаг назад наше общение тут же прекратилось да если честно я тоже в какой-то момент просто перестал писать таким людям я больше не зову их в гости так как мне больно от того что я как будто навязываюсь к ним со своим общением и это не значит что я больше не люблю их просто в дружбе должны участвовать обе стороны надеюсь однажды твоя подруга поймет что она что-то дозначит в твоей жизни пока я был за городом мой лучший друг пообещал мне что он возьмет деньги с дохода от нашего общего бизнеса и оплатит ими мою аренду вместо этого он купил на наши деньги внедорожник а моему арендодателю наплел что у меня деньги есть но я отказываюсь платить в итоге мою семью выселили после того как я один раз попытался наложить на себя руки мои друзья решили что со мной больше не весело и сожгли между нами все мосты когда он увел мою жену лучший способ отомстить позволить ему остаться с ней как гласит старая шутка лучший друг увел у меня жену как же я по нему скучаю когда она начала меня все время унижать я уловила намек я как-то решил засечь через какое время он напишет мне первым когда это наконец произойдет напишу о результатах я как-то решил провернуть эту тему со всеми своими друзьями пока тишина ни одного сообщения за 6 месяцев я попробовал встречаться со своей подругой сходили на пару свиданий ничего не вышло после этого вернуться к привычной нам дружбе оказалось нереально он сломал мою звезду смерти из лего за такое не прощают я видел много травмирующих историй в этом трейдзе но это это самое отбитое пугающее ужасное гадкое и отвратительное он пропустил мою свадьбу несмотря на то что это он познакомил меня с супругой я говорил ему что больше всего на свете хочу чтобы он приехал но он остался дома со своей девушкой потому что та не хотела ехать из-за своих загонов насчет внешности с тех пор мы так и не виделись а мы с женой скоро отпразднуем нашу 33 годовщину похожая шляпа была и у меня пригласил его на свадьбу он пообещал приехать звоню ему в день свадьбы уточнить где он он отвечает что случайно договорился на два мероприятия в один день в итоге он посчитал что свидание с его новой пассии сейчас уже бывший важнее чем моя свадьба с тех пор я с ним не базарю она подсела на мед и стала винить окружающих во всех своих бедах и невзгодах я целый год пыталась помочь ей как только могла свою жизнь тоже нормально так угробила потому что всегда была рядом с ней но к сожалению из этой истории я усвоила лишь один урок как бы ты не любила и не заботилась о человеке иногда ты просто не в силах ему помочь мне становится безумно грустно когда я вспоминаю какой она была и когда я понимаю что того человека уже не вернуть такая же фигня моя лучшая подруга с которой мы дружили с первого класса в один миг жестко подсела на бухло и вещества сколько раз она позорила меня когда заявлялась в хлам угашенной и употребляла всякую дрянь при других моих друзьях последней каплей стало ее поведение во время беременности она ни на секунду не прекратила пить и употреблять и как следствие у нее родился ребенок задержкой в развитии которого позже она спихнула на своего пожилого дедушку а потом когда я уже перестала с ней общаться она родила еще одного в итоге обоих детей у нее забрали и она уже пару раз успела отсидеть но больше это не мои проблемы когда выяснилось что я нравлюсь девушке которая нравилась ему он украл у меня 400 долларов нам уже было где-то по 25 я как будто всю жизнь нахожусь в старшей школе он вдруг стал нереально самовлюбленным и выебистым я ему на это как-то указал он разозлился на меня и сказал что я завидую его крутости это было на шестом году дружбы рад что отделался от него может он действительно был настолько крутым спрошу иначе сколько у него было наборов лего star wars она оказалась патологической лгуний она врала что однажды прервала беременность и выставила все так будто я вынудила ее соврать врала о том что встречается с какой-то там трики сортной знаменитостью о том что ее приняли в гарвард она убедила нашу общую подругу что я увела у нее парня мне пришлось перестать общаться не только с ней но и с общей подругой потому что то до последнего пыталась ее исправить есть тут еще кто-нибудь кто сидит в непонятках из-за того что его лучший друг неожиданно загасился не поставив какую-то точку во взаимоотношениях я я прокручивал у себя в голове наши последние разговоры миллион раз но так и не понял что пошло не так после того как он перестал со мной общаться я пытался выходить на связь еще три раза просто хотел узнать как он но получил всего один односложный ответ в котором явно не было обоюдного интереса надо было сразу уловить намек и забить на него блин это печально он был моим единственным близким другом во всем городе меня до этого друзья так никогда не кидали прошло уже несколько месяцев и похоже что ему совершенно на меня плевать грустненько вошел в комнату и увидел как он шпилит мою жену 25 лет дружбы слиты в сортир из-за какой-то дырки изменено отвечу на ваши вопросы его я отхерачил с ней развелся разводились мы путем посредничества мне дико повезло с адвокатом он сказал что во время переговоров она строила из себя жертву и требовала от суда обязать меня платить ей алименты к счастью на мое имя были оформлены наши телефоны так что моему адвокату не составило труда достать все переписки между ней и моим другом мне говорили что во время спора мой адвокат попытался читать все их эсэмэски но ее адвокат остановил его на полпути по итогу ей достался наш дом возможно учитывая все обстоятельства я бы мог еще побороться за него но не решился так бракоразводный процесс подошел концу и я стал свободным человеком затем я опустился во все тяжкие конкретно забухал ушел со старой работы и начал новый карьерный путь кстати наверное в жизни все-таки есть какая-то справедливость потому что через несколько лет после всей истории я видел ее с фингалом под глазом она проезжала мимо борчухи в которой я сидел увидела мой джип и решила зайти увидев ее я сказал похоже вы там неплохо уживайтесь с этим ублюдком в ответ она просопела что потеряла все что извиняется передо мной а затем попросила денег я поржал ей в рожу и сказал что-то вроде да щас теперь я живу с одной прекрасной женщиной родивший мне дочь дочурки уже 5 и она просто свет моей жизни а своим бывшим другу и жене хочу сказать огромное спасибо всякий раз когда он собирался изменить своей жене которую я кстати тоже считаю своей подругой я был свидетелем у них на свадьбе он отмазывался что типа едет посидеть у меня на хате изменено странно что это нужно уточнять но ладно я сам узнал об этом уже потом она всегда была жуткой эгоисткой но при этом ей как-то удавалось убеждать меня что это я эгоистка после того как она превратила мою свадьбу в день когда все были сосредоточены на ее драме я еще держала ее на расстоянии вытянутой руки но когда она решила затмить рождением его ребенка своей неразделенной любовью я поняла что пора сжечь мосты манипулирование ужасная штука мне до сих пор кажется что я слишком эгоцентричная мы перестали интересоваться друг другом как только разъехались по разным колледжам я не видела ее года три и уже даже не уверена что она бы меня сейчас узнала я всю старшую школу дружила с одной классной девчонкой в 2009 у нас был выпускной после которого мы разъехались по колледжам и как-то потеряли контакт в общем чтобы не растягивать 2018 она чисто случайно написала мне сообщение на фейсбуке и оно привело к тому что феврале 2020 она стала подружкой невесты на моей свадьбе я вернулась к трезвости изменила свою жизнь к лучшему она все так же не слезает с дивана игнорирует свои проблемы и надеется что найдется какой-то ответственный человек который выведет ее на трезвый путь мысль о том что она жертва настолько глубоко пустила в ней корни что ей уже не объяснить что во главе ее жизни стоит лишь она сама в один момент с ней стало так сложно что я уже испытывала тревожность только от того что мне надо было съездить к ней в гости вот тогда я и поняла что больше не могу это терпеть это просто ужасно надеюсь сейчас она ничего не употребляет я тоже на это надеюсь но есть сомнения я признался ему что я би а он расценил это как то что я хочу трахнуть и его жену и его самого то есть он уже до этого думал что ты хочешь переспать с его женой в один момент я просто поняла что наша дружба держится только на мне а ей на срать она и раньше манипулировала мной врала мне вела себя пассивно агрессивно но в последнее время ее грубость уже настолько стала выходить за рамки что больше я не могла спускать это на тормозах оглядываясь назад я понимаю что надо было разойти с ней гораздо раньше это было когда я узнал что он за моей спиной пытается подкатить к моей девчонки тупой ублюдок даже не понял что она сама рассказала мне обо всем большое спасибо за просмотр в комментариях под видео напиши свою историю по этой теме и не забудь посмотреть наши другие видосы плюс подписаться на нашу страницу в телеграме ссылка в описании пока а